Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Добрый день! Вам хорошо слышно меня? Да, хорошо. Ну, заранее я уже всем говорю. Мы записываем все, выставляем в интернет. Вы не против? Да, я не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Ага. Ну, в общем, я хочу представиться. Я из города Благовещенска, Самурской области. Я 25 лет, как пою на клиросе, являюсь сейчас регентом хора мужского в городе Благовещенске. Но неоднократно смотрел ваши ролики, наблюдаю за вашей жизнью. В общем, многое мне нравится у вас. Но есть вопросы, накопились вопросы небольшие к вам. Вот если можно, разрешите. Можно, говорите. В общем, вопрос такой. Вот вы выходите в чат-рулетку. В чат-рулетку. И как бы, ну, всех приглашаете, ну, к себе там в гости и так далее. Ну, православными стать христианами. Но вы же понимаете, что, ну, процента тех, кто приедет к вам или обратится в православие, в христианство, совсем минимальны. То есть, какой смысл метать бисер перед, как Христос сказал, перед свиньями, да? Вот это вот. Так, я отвечаю. В первую очередь, я ни одного не приглашал. Вы ошиблись. Я приглашаю на наши ресурсы, а не в гости к нам. К нам приезжать категорически запрещено. То есть, это совершенно противоположное мнение ваше. Ни одного человека мы не приглашаем за 28 лет. Значит, вы просмотрите, где там видели. Я приглашаю на YouTube, на наш сайт, ну, и, конечно, в Mail.ru, на форум. Вот только здесь. Теперь мы мечем бисер перед ними, свиньи. А откуда мы знаем, что они свиньи? Написано, говорит, еретикат в расчастицу первого-второго вразумления. У меня ни одного не было. Я первый раз вижу. А вы опять ответили неправильно. Это титул послания 3 глава 10 стих. После первого-второго вразумления у меня ни одного не было. Я первый раз его вижу. И сколько людей за это время пришло, которые вышли и теперь в церковь ходят, готовятся к окрещению. В прошлом году по интернету только, кем я не видел, приезжали из Ливана, из Германии, приняли крещение. У нас 7 июля было в озере. Так что, когда мы считаем 2.16, послание Якова, он говорит, покажи веру твою без дел твоих. То есть, ты сидишь на месте, ничего не делаешь, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть, город на вершине горы. Яков не говорил, что спрячься там никому, не показывай тайно. Я покажу тебе веру мою из дел моих. Вот мои дела. Мы покажем. Вот люди крестятся. Они свидетельствуют. Некоторые стали священниками. Так что, я не знаю, как вы могли так смотреть и не увидеть этого. Вот я вам показываю, сейчас поговорим. Я вам скину материал, которого у нас в епархии, в метрополии напечатанной. Там выступает доктор богословских наук Московского патриархата Бочков Павел. Он говорит, по-разному воспринимает, что Игнатий говорит. Ну и понятно, если я не перед кем не раболепствую, а говорю, как есть по Библии, то оно не понравится. Но куда вы денете, говорит, тысячи людей, которые пришли в православие, все замолкли. И не просто пришли, а стали священниками, не говоря уж больше. Вот как вот делает. Вот начинает говорить, когда, ну вот знаете, вот это Путин и Путин виноват. Везде Путин виноват-то. Я говорю, вот у нас в семье отец и мать вдвоем полкласса не кончили. Отец с фронта пришел так. Десять ребятишек. Бедность вопиющая. Голодные не были. И ни разу не слышали, чтобы ругали правителей. И нас так приучили. Я вот говорю конкретно. Ну, я вас не знаю с кем-то. Он ропщик, недоволен. Я говорю, ты с чем недоволен? Да вот он начинает конкретно. Я говорю, министр внутренних дел МВД. Нургалиев говорит, в стране примерно. Три с половиной миллиона беспризорных. Как гражданская война. Все сказал и отошел. Он пошел спать. Он получил вместе с 15 миллионов зарплата и пошел спать. Мне Господь, Бог мой, живой мой Господь, положил на сердце повлиять на это. Я образую детский православный лагерь. Я строю помещения. Мы сами все делаем. Землю, которую получить надо было на возной куче. Все разравниваем. Набираю детей. И работаю 45 лет начальник детского лагеря. Притом три года, вот сейчас в новом формате. 48. Тысячи детей подняли. От государства ни рубля. И когда на палец сейчас Роспотребнадзор, ничего нельзя сделать. Я сразу лагерь расформировал и написал музей. Комплекс для бедных лагерей. Теперь задача стоит. На весь мир дать знать, что можно работать с детьми. И какие дети это становятся. Уехали за границу некоторые. Говорят, у нас воспоминания о России добрые. Только ваш лагерь. Приезжают психологи. Работают долго в лагере, живут профессора. Спрашивают, где вы это взяли, откуда это. Воспитание, лагерь, порядок, нормы. Все я должен составить. Чтобы было не скучно. Ни один не повредился. Ни один больной не уехал. Больные делались здоровыми. Наркоманы чистыми. И приезжает не кто-то. Это директор Кэстонского института из Лондона. Ксения Дэннон. Живет здесь. А ей дали сопроводительного с Останкина. То есть это не подпольная. Пензенская. И она пишет огромную статью. И говорит, ну, кажется, исполнение мечты в сибирских степях. Мне, говорит, половина не рассказали, что я слышала. Что я увидела. Как царица Савская о Соломоне сказала. А у нас еще и нет. Вот конкретно. Называют проблема. Проблема не признают слова. Нерешенный вопрос. Вот конкретно. У нас преступность в стране, знаете, зашкаливает. Я никогда никого не опровергаю. Я просто говорю. Что ты сделал? Так что ты делаешь? Преступники же. Я конкретно спрашиваю. Ты ответ, да или нет. Я ничего не могу сделать. Мне Бог меня подготавливает к этой работе. Меня сажают. Прохожу пять тюрем, лагерь. У меня опыт, который там не был, опыта нет. Я знаю, как зайти в камеру, как говорить. Мне говорят, вчера вы ночью молились. Семь человек сразу становились на колени за вами. Я их не звал. Я не зову никого. А можно мы с вами молиться будем? Камера. Семьдесят пять человек. Ни слова ни один не скажет. С восьми до десяти идет проповедь. Три человека нашлось некурящих. Тщательно моют руки. Похантуюсь вор в законе. Наблюдают за всеми. Ни один не закурит. Два часа. Я им проповедую. Открываются камеры. Охранники с двух этажей стоят у двери. Это никто не слышал, не видел. Ни КГБ, никто. Как вы могли так завладеть всей тюрьмой? А я там только второй день нахожусь. Это Бог делает. Это невозможно сделать. Это нельзя сделать. Это никогда не было такого. Я конкретный вопрос. А, вы все за евреев. Евреи захватили, а вы поддакивайте им. Ребята, вы доказать не можете. Но я вам скажу. Я вас не опровергаю. Евреи захватили средства массовой информации. Интернет. Юрисдикцию. СМИ. Все в их руках. Все банки. Что сделали? А что ты сделаешь, когда евреи захватили? Я говорю, борьбу надо, надо. Оружие нужно на них? Надо. Какое? А ты нам автоматы, отец, привози. Я говорю, нет. С большой буквы любовь. И вот ко мне привозят еврея. Показать там, что-то там было. У баптистов он там. Он у меня три часа побыл. Вышел из дома православной. Сейчас ближайший работнику патриарха. Священник. Отец Наум Израилевич. Чистопородный еврей. Вот пусть через каждого. Не священника хотя бы. Я там мирянин. Кого я? Чтец. Один еврей сделается православным священником. И не какой-то жидомасон. А настоящий. Который протокол эсианских мудрецов громит и показывает. Так? Так. Так у нас органы тут душат людей. У меня обратился следователь КГБ. Стал священником. Я назову адреса. Покажу где. Пусть через каждого придет. Ты говоришь вопрос. У нас земля заброшенная. В Алтайском крае было. Те годы. Миллион двести тысяч гектар заброшенная. Что сделали? А что сделаешь? Все в городе. А мы вернулись из города. Получили статус. Получили землю. Двадцать лет строим деревню. И человеку, который подходит, в первую очередь доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Школа построена своими силами. Храм своими силами. Дороги строим. Столбы ставим. Шесть прудов оживили. А это мне обошлось. Мне при пенсии за 35 лет трудового стажа 8141 рубля 33 копейки у меня. Я больше миллиона уже вложил туда в землю. Чтобы привезти, увезти бульдозер. Только привезти, увезти на платформе. Пятьдесят тысяч. Но для меня пятьдесят тысяч, если не пить, не есть год надо. А почему? Бог. Я молюсь, и утром у меня деньги лежат уже. Дальше. А знаете вы что? Народ необразован, тот другой. Согласен. Мы показали по деревне. Все живут сами. Налоги платят. Необразован. А что ты сделал? А что ты сделаешь? Конкретно я сразу веду занятия в пяти университетах. В тринадцати школах. Во всех воинских частях. В пяти отделах милиции. В городском, краевом. Это сотни офицеров. Работаю в тюрьме. Бесплатно везде. Все, что я делаю, бесплатно. Без копейки. На всех заводах. На всех фабриках. На всех техникумах. Я один. Но за мной только несут книги. Куда прихожу, несут целые сундюки, говорится. Книг. Библия. В десять раз дороже церковной. То есть, столько себестоимости. Наладил канал. С юга идут Библии. Это все советская власть в власти. И в одну занятию в университете. Сколько людей пришло? Никто не сосчитал. А как так? Ну, пусть каждый делает. Я не теоретик. Я просто практик. Я верю. Господь сказал. Идите и проповедуйте Евангелие. Так это священникам сказал апостолам. Нет. Деяние апостолов 84. Златоуст говорит. Апостолы остались в Иерусалиме. Самые сильные гонения. Самые сильные должны быть бойцы. А дальше написано. Рассеявшиеся ходили, благовествовали. И мы только вокруг нашей деревни посетили сколько? 30 тысяч с лишним раздали Евангелие. А когда мне Господь... Народ необразован. А что ты сделал? Ничего. Мне Бог позволил написать 38 томов. Из Барнаула мы едем до Владивостока. Как раз в Благовещенске были. Там мои книги лежат. Подарить библиотеке мира эти книги. А один экземпляр, 38 книг. Это 750 евро. И мы проезжаем до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция, Север. 650 библиотек посетили. Везде выступали. Конкретно работа и работа, работа. А свиньи там где-то? Я не знаю, не вижу свиньи. Я первый раз встречаюсь. Ко мне это не подходит. Два-три раза свинья или... А свиньи кто такие? Псы это иудеи, коммунисты, фашисты, неверующие. А свиньи? Свиньи это мы верующие. Живем гражданным образом жизни. А кто говорит? Сеофилак, болгарский архиепископ. Ян Златоус. Вы пришли в храм, говорит, разговариваете тут. Я не вижу людей. Вижу стада лошадей, которые на воздух кучи навалили здесь. Ян Златоус. Конкретно непросвещенный народ. Мне Господь при советской власти, 79-й год, дальше вот эти годы, позволил насчитать на пленку 50 книг духовных. Мой архипелаг ГУЛАГ еще. Все это распространит сотни или тысячи экземпляров по всей стране. Даже московское КГБ, МГБ называется, и то считало, в России трудится несколько подпольных отделов. А когда арестовали, оказалось, один человек. Но я один ничего не сделаю. Мне помогали все. Все помогают. Вот издают книги-то, книги издать. Это миллионные. Вот издано мной книг было. Это на 55 миллионов примерно. Рублей. При пенсии 8141 рубль. А как? Бог. Я молюсь, и у меня к утру деньги. А как? Вот священники двое пришли у меня вот в палате. Они ночуют. Я говорю, завтра мне выкупать книги. А у меня денег нет. Выкупать. Я уже предоплату сделал. А откуда? Не знаю. Легли спать. Часа через полтора звонок. Алло, алло. Всем говорил, не алёкайте, говорите быстрее. У меня холодно в избе. А я стою тут раздетый. Вы где? В России? В России. У вас храм как называется? Во имя Климента? Я говорю, нет. Это лагерь во имя Климента Анкирского. Но нам разницы нет. У нас дядя Климент умер. Говорят, там молитва лучше доходит. У людей предрассудки. Я говорю, разницы нет. Но я помолюсь. Так мы деньги вышлим. За что? Да просто помочь. Я на утро иду, деньги уже готовы. Я выкупаю книгу. Вечером помолись. Священники вот такие глаза. И вы не знали. Я только узнал город Сакраменто. США. Я никогда не слышал про этих людей. Мне завтра, последний день, готовимся выезжать до Лиссабона, Португалия. Все государства Европы проехать. Мы должны где-то ночевать. Мы трое едем. С нами собака, ставшая чемпионом России. Это Бог так делает. Это Бог все делает. И человек вдруг один. Неоткуда-то из Калининграда. Булкин Дмитрий. Я могу называть все. Вам деньги нужны. Вы говорили, книги издаете. Я говорю, я закончил уже издавать. Все, я 9 лет издавал. 38 томов вышло. А книга, кажется, 752 страницы. В бумажном варианте. Еще 7 у меня, которые не изданы в электронном виде. 4 тома стихов по 800 страниц. Мне деньги сейчас не нужны. Ну, на что-то возьмите. Да у нас путешествуем. Тем более. У меня к утру уже лежат деньги. К кассе подхожу, а там, которая выдает, она спрашивает, вам какими дать? Ну, и кто-то скажет большими. Да нет, у вас сумма небольшая. Вот она дает. А я где рубли-то прятать? Дорогу-то я должен спрятать? Главный банкир. Я в вагон, едем в машине-то, в газели-то. Я показал, говорю, вот эти пятерки красные-то. Когда она не спросила даже, а потом спрашивает. А то я глаза уставил. И она выдает мне именно тем, что мне нужно. Полностью экипировка. Мы выезжаем. Я буду говорить на каждом шагу. Живой Бог. Живая молитва. Живое дело. И он отвечает. Мой Бог во Святой Троице. Единый, единосущный, нераздельный, вечный. Я рассказываю конкретно. Так вот, вы говорите, там, мусульмане, это... Я знаю мусульман. Мы в доме Мулы ночевали. Там беседа какая была. Я избрал 623 кремлянам. Возмездие за грех смерть. Все согласились. А запятая. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. А у них Иисус только как пророк и вознесся живой. А теперь мусульмане приезжают, крестятся здесь. Вы покажите, где в России было такое, чтобы в аптистский центр, Маловузовская, 3, в Москве, разослали свою там депешу. Нигде Лапкину не давать говорить. Начался отток впервые за всю их историю. В обратном порядке. Все. А у них-то 85% у баптиста, бывшие православные. На днях выступает отец Андрей Ткачев. Знаете такого? И он говорит. Наши прихожане узнали. Это он перед народом говорит. Быстро говорит. Узнали, что родился Христос. И добавляет. Не у нас узнали. Наши православные прихожане узнали, что Иисус умер за них. Омыл кровью их причистой. Узнали не у нас. Они узнали, что он грядет судить мир. Наши прихожане. Узнали не у нас. Они узнали у протестантов. По нашей вине священников миллионы погибли. Вот это проповедь. Он говорит то, что есть. А я говорил об этом 57 лет. И, наконец, Бог дает человека, который все это озвучивает. А мы с ним не встречались. Меня первый раз спросили о нем. Я говорю, он опасный для меня. В дальнейшем он может броситься на меня. Но сейчас его раза два гвозданули. Он так потише себя ведет. Я уже, как говорит он, я ждал, где-то он может кинуться. Ну, заметьте, как головина Владимира свернули и сразу бросились на него. Да каких-то братьев он сказал один раз там, бабу, и ты надо их ломиком на через колено. Больше ничего не сказал-то. А у меня книги, в которых, я говорю, монашество не евангельское. Монахи, которые сейчас есть, монашество в этом виде, оно принесло зло больше, чем масоны. Коммунисты, фашисты, евреи, вместе взятые в несколько раз. Они самые ценные высасывали и уходило в песок за стенами. Шесть столетий. Мухаммад, автор вот этой книги. Он умер в 632 году. За 600 лет ни одного Кирилла Мефодия не нашли, не послали туда, где сейчас мусульманство. Два миллиарда их, они были православными бы. Вот что на совести монаха лежит. Вот что. Теперь я всем говорю, мощи всех захоронить. Почему? Первая заповедь. Прах ты в пах возвратишься. Все остальное это придумал кто-то. Не хочу говорить. Прах ты в прах возвратишься. Со всеми почестями, с патриархом, с лучшими хористами. Захоронить где-то там. Ну найдите место самое святое. Храм Христа Спасителя. Не носите кости ящиками. Господь говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Хоронить, не выкапывать, не резать. Не нашифрует. Начинает это. Фарширует, как Андрей Кураев. И говорит, Игнатий стал говорить об этом, а он у меня был здесь. Приезжал, книги брал. Он, говорит, ничего не придумал. Он поднял целые пласты нами, забаленные, забытые. Это наше. Он меня почему-то посчитал лучшим миссионером России, самым великим. Я таким никогда себя не считал. У меня нет духовного образования, ни гуманитарного. Я конкретно говорю, народ не образован. Вот, пожалуйста, пишу книги, преподаю и дарю библиотеки. И подарил на 35 миллионов при пенсии 8141 рубль. Почему? Работать надо. Господь говорит, по делам судить будет. Написано так, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать присудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. И поэтому меня брать голыми руками можно. Но они не могут взять. Мои книги 4 сенсорских отдела патриархии. Новокузнецкая, Кемеровская, Московская, Тульская. Разбирают уже 11-й год. Книги мои увезли в монастырь Одесский. Там разбирают, найти обвинение, как на Головина. Увезли к ее пещерскую лавру. Последствием там занимаются ими. 9 лет. Дворкин занимается. 9 лет. Ни одного слова вопреки. А почему? А мне говорят, что они самоубийцы. Вот что я, дорогой мой брат, я хочу сказать. У меня нет никаких наработок. Просто я считаю Библию и студентам отвечаю так, как ни один из них не ответит. Почему? А они вот сидят бритые в галстуке. 82 года ему. Но Осипов. Он тысячи людей перепортил священников. Вот это они сейчас все нам и несут. То, что они говорят. Ваша ошибка главная, я говорю, то, что люди пришли не к вам, а к Богу, думая, что вы труба Божия. Им скажете, а вы начинаете, как Златоуз говорит, бредни пьяных старух. Бредни пьяных старух. Мне задают вопросы. В моем сайте, там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Они разделены на 55 папок. Я вам скину этот материал в конце. 15 параграфов правил. И это в один вопрос. Я по всем этим параметрам отмечаю. Что говорит мировое искусство? Самые великие люди, даже мира сего. И галереи мира. Им никогда не ответить. А почему? Я 57 лет у ног Христа сижу. И они от зависти с зубами скрижищут. А никто не встречался. А кто встречался? У тех, я в храме, сразу стихарь надевает, как митрополит. Скажите слово. Митрополит в храме. Ну, вы видите, что мирянин. И митрополит подходил и просил, скажите слово. Ну, нет этого. Наоборот, рот заткнул же священнику. При митрополите ты говори, да заткнись ты. Кто тебя знает? Почему? Бог делает. Вот у нас в Алтайском крае, сейчас уже сколько, может быть, лет 10, митрополит Сергий Иванников. Ну, это мое мнение. Я считаю, может быть, таких митрополитов мало или совсем нет. А почему? Потому что он много работал за рубежом, в разных местах, священником простым, протеереем. А теперь его сразу... У нас тут был один против нас, враждовал Максим Дмитриев. Его куда-то в Елец туда кинули. А этого сразу из епископа, минуя архиепископа, сразу митрополитом. И он в Потеряевку приезжает. Вот я где сижу, здесь он у меня был. У нас служит. А мы принадлежим не в Кавасовской патриархии, к русской православной зарубежной церкви. Всего два прихода на всю Россию. И нас они не трогают, не убивают. Это Бог делает так. Дал нам полную свободу, радость во Христе Иисусе. Я специально вам все это высказал, чтобы... Это ваши вопросы, которые тут и войдут. Я не лгу. Я вам скину этот материал. Ложь у нас запрещена. Смертный грех. Вот и все. Вот конкретный вопрос. Так и преступников много. Я иду по камерам. 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. На Пасху яйца, крашенные ведрами, туда несем. Раздаем бумагу, Евангелие, иконы. Сами за свой счет покупаем. А они выходят из тюрьмы, из лагеря. Приезжают, меня ищут в городе. Не знают, где найти и придут. Не знают, какую благодарность. Конкретно. Я один человек. Почему вы не делаете? Я выступаю в них по рации там. И что только можно сделать. 18 лет. Это не день и два. Я туда должен ездить, работать бесплатно. И к окрещению не подготовил ни одного. Пошел полупьяный священник здесь. И за один день 475 крестил. А ему лишь бы из камеры выдрать. Ладошкой мокрой полбу стукнул его. И все, тот закурил и пошел. Опять в камеру. У нас к окрещению подготавливают от 3 до 5 лет. Согласно канонов. Каноны церковные. А если он в церковь ходил, знает все, там несколько месяцев. А бывает, вот приезжают, так, за вочность. Церковно-приходской совет, человек 8-10. Задают вопросы. Каждому даем два поручителя. Так было в первоапостольской церкви. Сделал кто-то где-то. К нам приезжают архимандриты. Таким все фотографируют. Приезжают домой, ничего не могут сделать. Почему? А крестные смещенники съедают его. Ты что выдумал? Мы говорим, торговлю убрать. Да кто же ее уберет-то? А епископ же деньги каждый месяц требует-то. Да нас задавят сразу. Вот и все. А мы начали с нуля. Своими руками храм строим. Школу. И порядок такой. Приезжает архиерей. Архиерей. Он нигде не нарушит порядок. У нас служба идет церковно-славянский язык. А что библейская? Псалтырь, Евангелие. Все на русском. Он выйдет из алтаря, лицом к народу. И их диакон, то он привык там по-своему-то считать. А тут пойдет и по-русски не может прочитать, спотыкается. А по-русски-то понятно? И Бог дал такого нам архиерея сейчас здесь. Он увидит, вот так руки распрострет, обнимает и целует. Это не просто архиерей, брат родной. По сегодняшний день. Тут как-то народная линия о нас запросили обо мне. Он дал такую характеристику. Я говорю, как это вас Бог так умудрил-то? Никаких канонических, догматических нарушений у Игнатия нету. Он исповедник, пожилой. Требуется уважительно к нему относиться и прочее. Он дает ответ такой. А он не наш архиерей-то. Он патриарши. Патриарши, а мы зарубежная церковь. Ну, фактически, там и с ним вместе. Но над нами власть он никакой не имеет. Его нисколько это не смущает. Видите, как Бог устроил нашу жизнь. Понятно. Игнатий Дихонович, если вы на каждый мой вопрос так будете долго говорить, то дня не хватит. Хватит. Я просто в этот ответ дал, какие вопросы будут. А за тобой сходите, что сказал. Спасибо, Господь. Еще, знаете, какой вопрос у меня. Я, в принципе, и узнал о вас от дьякона Андрея Кураева. Смотрел его лекции. И вот он сказал про вас. Но он, правда, сказал, что, конечно, не все принимать, что вы говорите, он говорит. То есть думать, рассуждать. Но хорошая встряска для души, для совести вы получите. Если посмотрите, почитаете, говорит Игнатий Тихонович, хорошую встряску для души вы получите. Но вот меня интересует такой вопрос. Вот отец дьякона Андрея Кураева пишет о том, что в Древней Руси до какого-то века именно в церкви молодые люди знакомились. И молодая девушка, если заходила в храм без платка, то считала, что она простоволосая, значит, незамужняя. А вы говорите, что в вашей общине даже младенцы женского пола носят платки. Вот это как понять? Так, ответ даю. Андрей Кураев ответил-то не по Слову Божию, а ответил, как было, уже в порченное время. Вы не забывайте, что мы перед Богом дадим отчет. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Для меня это был рубеж, через который я уже ни разу не перешел. Он пусть по Слову Божию ответит. А я зачем отвечать буду на всякие глупости, которые нарастились за 2000 лет? Андрей Кураев ответил правильно, согласно того, что он видел. Там было когда-то. Мне интересует Бог, как на это смотрит. И у нас поэтому девочка у груди матери еще там два месяца, она одета в два платка. Девочки маленькие, почему? Библия об этом нам говорит. 14 глава 1, первое послание Коринфинов. Если женщина с непокрытой головой молится, она постыжает свою голову. Весь ответ все. Вы ни одной мусульманки не увидите, чтобы она была девочка. Где-то стояли там и вот так. В школе сидят. Все в хиджабе. И у нас на свадьбе везде так. Я по Слову Божию говорю. А теперь, говорите, Андрей Кураев сказал, не все принимайте. И когда он сказал? Сказал тогда, когда в конце он говорит. Игнать, ее разницы нет. Собор, не собор. Библия сказала. Ему все равно, что думает. А мне не все равно. Я думаю, что епископ скажет. Зачем он говорит? А когда его жахнули вот так, теперь он же так не говорит. Я ему сказал, Андрей, сразу же, приезжай, отдохни у меня маленько. Я тебе килограмм 50 сниму этого жиру-то. Вот здесь вот, сухарей дам. Каждый лишний килограмм укорачивает твою жизнь. Зачем ты таким сделался? Вот так. И он не обижается. Знаете, Игнать, такая смесь баптизма, соробрящества там начало. То есть, Евангелие я люблю. Он пиетет называет. Особая любовь к Библии. Это баптизма. Что у нас строго порядок в церкви. Никто шепотом не скажет. Это соробрядство. У них этого и нет. То есть, для людей, которые вокруг него, он не может сказать так, как надо сказать. Потому что, он говорит, для меня важно, что скажет епископ. Подождите его выброс. А когда его выбросили, он совсем по-другому заговорил. И голубое лобби увидал, и теперь все. А то до этого не видел, не знал. Не знал, что патриарх торговал там, может быть, тысячи тонн табака и водки. А теперь, да, так было. Да, было. Ну, надо было, ну, надо было там строить на табак. Никому они, храмы не нужны. Если там одно беззаконие. Господь сказал, идите и благовествуйте, пропадайте Евангелие всей твари. Кто будет слушать, спасен будет. Кто не будет веровать и креститься, осужден будет. Я сразу вам отвечаю на эти два вопроса. Андрей Кураев сказал не почему-то это, а потому что боялся. И в другом месте. У меня книга есть. Он говорит, ну, вот такое, чтобы идти, община была. Я больше не встречал нигде. У Андрея этого, у Данила Сысова было, но там другое там выходили. Там сравнивать не с чем-то. А здесь так, и к Игнатию по-другому бы относились священники, если бы он их не трогал. А я не могу их не трогать. А другой священник, его спрашивают, отец Сергий. Ну, вот мы тут познакомились, и вот Игнатий, вот так и говорят, сектант, баптист, там уводит людей. Он просто отвечает, из Новгорода, я его не знаю, у меня разницы нет, он отвечает им. Скажите, а вот он говорит о Христе. Да у батюшка, только о Христе и говорит. Ну, а бывает, что люди обращают. Да батюшка, нигде столько не обращается, сколько там. А куда он их приводит-то? Как куда? Да в патриархию. Так вам что еще надо-то? Если человек работает, идет по деревне с работы, а где он живет? А куда он? Ну, куда деньги несет, там и живет он. За каждую душу Христос умирал, и мне дал это право пережить. Я молюсь, и Господь это делает. И мне их мнение абсолютно никакой роли не играет. Почему? Я готовлюсь на суд Божий предстать, а судить будет слово его. И у меня задача втиснуться в это слово. Жить им, полюбить его и распространить. Что я и делаю 57 лет. А в 23-е годы обратился. Вот так. Я отвечаю пространно, но это уже окончательно, чтобы вы знали. Понятно. Александр, ой, Игнатий Тихонович, вопрос такой. Ну вот вы говорите по Библии, женщина молящаяся с непокрытой головой. Но там же сказано, что она покрывает голову для ангелов и для мужа. Правильно? Как-то так вот. Ну так там написано. И отсюда вывод делает Ангела Тауз. Непокрытая. Постыжение идет до самых ангелов. Как раз против этого. А почему не надеть, почему не приучить? Да она выглядит по-другому совсем. Что, мусульмане выше нас? Как это так? А наши эти... Ну, женщина согласен, а младенец. Ну ладно. Давайте по-другому. По-другому. Значит, то, что это женщина, написано, жена молящаяся с непокрытой головой. Это не замужняя или замужняя? Все замужняя. А далее через запятую написано. Муж молящаяся. Так муж это женатый, не женатый? Ну, женатый. Значит, не женатым можно в шапке в храме быть? Сразу назад. Ну как? Вы до конца договариваете. Он не женатый. Ребенку три года. Четыре, пять, шесть, семь. Она женщина. Она не замужняя. Ей двадцать лет, тридцать, сорок. Она не замужняя. И все, она должна стоять без подка? Ну, вы понимаете, вы должны прийти к тому, что сказано о природе женской, а не о замужестве. Все понятно. Все понял. То есть параллель такая. Мужчина, какой бы ни был возраст, заходит всегда с непокрытой головой. А жена, ну понятно. А вот такой вопрос, Игнатий Николаевич. Вот насчет Владимира, да, вот пришел, по-моему, там вот. Вот вы говорите, что благовестовать нужно всем. Христианам, православным нужно внести благовестие. Но ведь апостол Павел пишет, не в каждой делайся учителем. Вот вам Господь дал дар, вы несете. А другой сядет и два слова сказать не сможет. Вот об этом я хочу сказать. Я хочу сказать. Отмечаю. Все понятно. Время даже надо не тратить. Смотрите, дышать дается только специалистам или все дышат? А это дыхание. Это нельзя запретить. Ты, я много не знаю, много не надо. И вот рассказывают, в Мельбурне собрались люди, там они посылки готовят в Россию. Ну и говорят там, протестанты. И говорят, а как ты обратился? Да как, говорит. Я в Мельбурне был, говорит. И там, иду по улице, кто-то меня вот так по плечу поколотил. Я, говорит, обернулась, а он, говорит, показывает, Иисус, он глухонемой. И я, говорит, встал и дал Евангелие. И пошел. Он ни одного не может связать, мне сказали. Ни одного не может связать. А другой, говорит, а я был там-то в таком-то городе, называют маленький совсем. И иду по городу на базаре, вдруг меня кто-то поколотил по плечу. И вот так показал, говорит, и туда я. И оказалось, они работают пятеро на упаковке книги. И все обратились через глухонемого. А тысячи, которые говорили, ни одного нет. Где-то ты можешь еще, а здесь нет. Господь сделал так. Моисей говорит, я заика не могу. Он говорит, брат у тебя есть. Он будет как Бог тебе, и ты будешь возмещать истину. Понимаете как? То есть мы не должны судить, где Господь дышит, там Он и хочет. Да, и Он тебя вложит. Вложит. Вот заметьте, бесноватый. Христос его исцеляет. У нас как, в дурдом его, в дурку. Нет. Он исцелился и за Господом пойдет. Он говорит, нет. Иди домой, возвратись. И возвести, что тебе сотворил Господь. Иди домой, возвратись. Запомните. А Он пошел не домой. Господь захотел, он боялся, что отойдет от Христа, и бесы снова в Него войдут. И он зато устах толкует. А Он пошел по городу, уже проповедник. Но не больше часа два или час только был со Христом. Бесноватый. Он только что начал говорить разумно. И на обучение ушло не больше, как, может быть, несколько минут. И пошел по городу и стал возмещать. Вот пример бесноватых. А мы такие и есть. У меня в школе четыре, пять, а по литературе тройка. Я два слова боялся сказать. Я помолился, и Бог, как 44-й псалом, говорит, из их мой трость скорописца. Это Бог так делает. Игнатий Тихонович, вопрос такой. Вот Вы говорите, что Вы выполняете все каноны. Ваша община выполняет все каноны. Это так, да? Да. Ну вот, я просто знаю, как по уставу церковному, что по канонам церковным служба, если ее проводить полностью по всем канонам, она должна идти 8,5 часов. Все ночное обдение. Так, где это написано? Покажите. Это, я Вам покажу, скину, это проводилось один раз, я сейчас точно не помню, то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Минске. Я сейчас точно не помню, один раз провели полностью чином, полным чином по канонам. Служба шла с 8,5 часов со всеми проповедями, со всеми там ставками. И после этого перестали проводить полный канон. Где Вы сказали канон, Вы о канонах начали говорить, а теперь перешли на то. Мы все каноны включили 719, в церкви нарушается 413, у нас ни одного. А вот начинают священники собрались, в одном месте-то и решили меня судить. Вот Вы говорите, а все-таки Вы тоже нарушали. Я говорю, и где? Я сейчас буду к Карице. Ну как же написано, не ходить в баню вместе с евреями. Я говорю, вообще в баню не хожу. Как? Да второе, написано, в Корчме с евреями не есть вместе. Я не захожу. Они оба разбили руками, да как так? Да так, вот мы с братом в городе, но обедать охота. Мы купили батон, пошли, идем в городской сад, хлеб переломили пополам, в снег макнули, поели, в снег макнули, поели, пошли. В снег. Церковный устав это каноны церкви или это другое? Да нет, конечно нет. Если Тургея Якова, та до 9 часов, Василий Великий ее сократил, это еще 4 часа. Ян Златоуст еще раз сократил. Понятно? Это время какое идет, нужно или нет. Святые отцы, это никакого отношения к канонам вообще даже за версту не стояло. Никак. Понял, Алексей, Игорь Тетихович, понял. Единственное, что вопрос, вы не смотрели лекцию Диакона Андрея Хурай, называется «Парадоксы церковного права». Да я его много смотрел, не знаю, может и смотрел. Что именно? Лекция, он говорит там, что церковные каноны не упразднены, не упразднены, но и многие, но и не выполняются. И он объясняет, почему так происходит. Вот мне интересно ваше мнение. Я отвечу, я отвечу. Беззаконники, пираты захватили корабль. Пираты. В лесе священников, епископов, митрополитов, патриархов. Больше ответа никакого нет. В семинарии, академии нужны только для одного, чтобы оправдать любое безумие и беззаконие. Господь сказал, развод только по одной причине, прелюбодеяние. Измена. Сегодня патриархия утвердила 12 причин развода. Это хуже, чем у мусульман. 12 причин. Вы сами думаете, одна причина? Ну где мы считаем 19 глава Матфея? Если муж не верен, жена может отместись, но до смерти изменника, который не изменял, должен быть живой. А если канон будет говорить, можно, не примем. Впереди стоит Евангелие. Я все каноны работал над ними три года. Симпонию составлял. И если только не сходится где-то, я обязательно буду стучать в колокол. И в житиях святых также. Вот представь себе, Афанасий и Афонский. Они принимают храм строить, здание, и обрушились леса. Ну и сразу шесть человек комиссии убили. До смерти. Кирпичи. А он остался живой и роптал. Пошел на работу. Ну все. С Богом. Вот. Когда он умер, они его одежду брали, пропитанную кровью, христиане. Вымачивали в воде и пили. Для исцеления. Пили, пили кровь человеческую. И когда животное нельзя, в нем душа. Я что должен? Я трижды в колокол бил. А мне тогда другое обвинение. А зачем-то засчитали. Дмитрий Росовский написал. Я поэтому ни одного слова не выкинул, но дал знать. Остановитесь. Умер человек. Неверующий. Ну, не причастился. Причастие приносили, клали на майгелу и все. Птицы расклевывали. Это нормально? Для чего делается плат подставлять, чтобы не упала ни одна капля никуда? Игнар Ильич Ильич, я вам даже больше скажу. Я поразился, когда был в Санкт-Петербурге. Я зашел в храм в один самый большой, по-моему, Александра Невская, Лавра, по-моему. И народу тьма стоит. И причащается молодой парень. Ну, мальчик там лет 10. И он причащается, отходит от причастия. И причастие выплевывает на пол. Да, видел, видел такое. Я подбираю это причастие и подхожу к батюшке. Говорю, батюшка, вот выплюнули. Он на меня посмотрел, как на дурака. Правильно. Что ты мне тут суешь? Я растерялся. У меня был шок. Я же не знал, что делать. Я же знаю, что выжигается это место вообще. Да. И я подхожу к этой женщине, к матери, к этой ребенке. Говорю, вы это возьмите, сожгите дома где-нибудь в печи. Я растерялся. Надо было пойти в алтарь куда-то отдать. Я не знаю. И я ей обдаю. И сейчас жалею. Я уже покаялся на исповедении, что так сделал. Но вот отношение такое массовое. Исповедовался, не исповедовался. Идут, причащаются все. Так это же массово. В больших мегаполисах это происходит массово. Так вот вопрос у меня такой, что... Но вы понимаете, что сколько миллиардов людей, сколько миллионов. И что, все в ад пойдут, Игнат Ильич Тихонович? Так ваша забота какая? О миллиардах? А Господь говорит, много званых, но мало избранных. Узкий путь и тернистый. Ворота узкие. Смотрите. Вы в школе учились. Математику знаете. Выведить процент. Вышло 600 тысяч израильтян. А вошли только двое. На 600 тысяч все остальные погибли. Только два дошли. А это, говорит, образы для нас были. Первое послание к коринфянам. 10 глава 6-11 стихи. Образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы, и не вошли в обитованную землю. Они ходили, соглядаты, 40 дней ходили. И два человека сказали, победим. Они виноградную кисть на шесте принесли вдвоем. Какая земля плодородная. Но другие сказали, люди там как деревья, а стены до облаков. И за каждый день пришлось ходить год. 40 лет ходили по пустыне. Пока не примерили все, кому было свыше 20 лет. А кто до 20 лет народились, эти вошли. Свыше 20 лет только 20 человек. Моисей не вошел, а Аарон, брат его, не вошел. И почему? Господь сказал, народ жаждет пить. Скажи этой скале. Как сказать? Не сказано. Ну, скала, дай воду. Ну, три слова. А он говорит, неужели из этой скалы я дам воду? И ударил жезлом. Скала разверзлась, а народ погибает от жажды. И хлынула река. И Господь сразу сказал, ты не явил славу моей, ты тоже не войдешь. Да он что сделал-то? Господи, пять слов сказал. Не нам учить Бога. Много или мало. В ответ-то какой. Я понял, простите, перебиваю. Почему такая большая разница строгости Ветхого Завета и Нового Завета? Помните, когда апостолы сказали Христу, давай мы сожжем этот город или село, которое не приняло тебя. Он говорит, не для того я пришел, чтобы уничтожить. А Ветхий Завет вот такой строгий уничтожает всех. А вот почему. Скажите, почему такая разница? Вы маленький были, ребенок. Были? Сколько килограмм весили? Да, понял. А сколько? Вот так Господь показывает. В Ветхий Завет написан был детоводителем ко Христу, детоводителем, Павел говорит, нянькой. Это от Адама до рождения Христа прошло пять тысяч пятьсот восемь лет. И Бог подготавливал народ. Избирал Богородицу Преснодеву сосуд свой. Пять тысяч лет прошло на это с половиной. А почему так долго? Не надо ничего. Нам нужно только принимать и благоговейно говорить. А почему солнце одно, а лучше бы два с двух сторон светило? Да что вы думаете? А лучше бы три глаза, один еще на затылке был, не оборачиваться бы нам. Бог дал, мы эту данность должны принимать и благословлять и прославлять. Никаких вопросов. Иоанн Златоуз говорит, научитесь не задавать вопросы. Научитесь. Почему? Это уже данность. Бог это сказал. Я сказал аминь. Приступаю к работе. Игорь Тихонович, вот вы говорите, Иоанн Златоуз сказал не задавать вопросов. А патриарх наш Кирилл сказал как-то в одном из выступлений, не бойтесь задавать вопросы. Рассуждение должно быть в церкви. Мы должны испытывать, во что верим. Мы должны рассуждать, мы должны спрашивать. Не бойтесь задавать вопросы. Вот как вы... А так, Иоанн Златоуз говорит о том, чтобы мы все это знали. И не задавали вопросы глупые. Вот ко мне занятия, я вел занятия в университетах. Ну приходят люди там из КГБ, и краевая администрация, и все. У нас уровень образования такой, что которые у нас сходили здесь, их если принимают, сразу на третью курс семинарии. Сразу. О, эту школу уже мы знаем тут. Потому что у нас к окрещению готовились до пяти лет. А сегодня пять минут нет. Сказали проповедь говорить для новокрещаемых. Хотя бы две. Священники восстали одной и хватит. То есть они наемники. Все захватившие власть пираты. Мы никогда так не считали. Не задавать вопросы, Златоуз говорю, чтобы ты их знал. Если вы будете на нашем сайте, и мои вопросы будете знать, вы не будете их задавать. А те, которые патриарх сказал, патриарх говорит тем, которые ничего не знают и где не проповедуют священники. Патриарх старается хоть маленько научить. Одно другому не противоречит. Согласен. Игнатий Тихонович, как вы относитесь к выражению отца дьякона Андрея Кураева? Он говорит, что каноны церкви – это мечта церкви. Каноны церкви – это мечта церкви о самой себе. Это мечта церкви о самой себе. Ну, это он о себе говорит. Он о себе говорит. Вот я смотрю, Андрей Ткачев говорит, соловьем заливается. Прямо там. Но оператор повернул, и видно, там торговые точки люди, брованого движения ходят. У нас переступить ногами нет. И ни одного слова шепота там нет. У нас не мечта. Мы сразу сказали – выполнить все правила. Написали устав. У нас нельзя свечки тушить. А в церкви маленько погорело, оторвало, переплавят, снова перепродают. У нас этого нет. В церкви у нас с тарелкой не ходят. Вот вообразите, сегодня в церкви запретите торговать и не разрешите с тарелкой ходить. Что будет? Закрывай лавочку. Мы против течения пошли. Повторяю. Ни разу, нигде у нас деньги не появились. А висит ящик на нужной церкви. Кто-то подошел потихоньку, положил и все. Но мы включили десятину. А сегодня ее никто не будет платить. А на установление Божие. А торговлю Бог выгнал. А если у вас торговля, если это значит Христос еще не приходил туда. Куда он зашел, он вышвырнул все. Притом дважды это делал. Дважды. Первый раз сказал домом торговли, мой дом сделали. А второй раз говорит вертепом разбойников. Бандиты. А это патриарх Алексей Второй говорит. Каких бандитов напринимали в церковь? Я думаю, да ты же главный здесь. Чего ж ты не учишь их? Разве не видно священника голову? Наклони ладошкой, деньги плати. Слово крещение переводится только одним словом. Погружение. Ну, спросите, где немцев, как Тауфен? А как баптизм? Это по-английски. Спроси греков, как погружение. Заметьте, сегодня, по сегодняшний день, старобрядцев разный, больше 50 названий. Там голбежники, дырники, каких только нет. Там поморские. Ни разу, когда отделились уже от церкви при патриархе Никоне, нигде ни одного человека не мочили. Только погружение. Баптисты ни одного за 300 лет не мочили. Баптисты. Адвентисты седьмого дня ни одного. Свидетели Иеговы, еретики из еретиков. Только в полное погружение. Не в полное погружение. Это католики, которые исторические церкви, православные. Ну, кое-где хотя бы православные. Но католиков вообще ни одного нет. Армяне. Армян так, чашка стоит, он руки опускает, священник. Мокрой ладонью, вот так лицо, ты коптер, все покрестил. Это никак нельзя назвать, как только кощунство и безумие. Я вам скину материалы. У меня там материал о крещении. Над этой книгой у меня, к истинному православию, я работал 40 лет над одной книгой. Собирал материалы. А святые отцы, это 300 томов больших. Я должен бы их лопатить, найти, кто еще про это говорит. 300 книг разных. У Златоуса 12 томов. У Василия Великих 6 томов. Да, слушаю. В общем, вопрос такой. Сильно отвлекать не буду, может быть, вам надо работать. В общем, вопрос такой. Вот вы много говорите правильно, много обличаете и церковную власть, и церковные вот эти все вещи. Но, вы опять же, ну вы же все-таки зовете людей туда, вы все-таки приглашаете, идите туда, креститесь, причащайтесь там. Или вы все-таки зовете их к себе, в свою общину, в свою церковь. У нас как раз правило выяснилось, к себе звать нельзя, вот что. Мы на истребление пустили все. Такого никогда за мировую историю не было. Мы всех... Ну как же туда звать-то? Если там все плохо, как же туда звать? Тогда, если попросятся, тогда да, тогда мы скажем. Он должен попроситься. Должен написать письменное заявление, что будет все делать как есть. И тогда креститься. Если бы у нас этого правила не было, то я бы образовал, по милости Божьей, ну не меньше, как 500 общин разных в России. Но мы всех до одного посылаем туда. Ну давайте сотрудничать. Я говорю, давайте, сидим в епархии. В епархии местной, Алтайской, Московского Патриархата. Я говорю, где самое общение в труде? Какое? Благовестие. Мы, рассказывай, у нас машина, купили газель, мы собираем, что с собой брать? Я им говорю, какие продукты, как выезжаем. Так, мы приезжаем, заранее говорим, Благовещенск, на Амуре едем. И теперь начинаем работать. Начинаем, допустим, с пятницы. Мы русская православная зарубежная церковь, а вы патриархийная. Выбирайте, какой конец города. При въезде, при выезде. Вечером собираемся в одно место. Там будем, каждый питается своим питанием, свои книги, что надо раздавать, вы у нас научились. И вот мы назначаем на три часа в клубе, на стадионе где-то. Согласны. Каждый выступает из вас сколько? По 10-15 минут. А вот здесь все одинаково. И когда люди спрашивают, куда, и мы, и вы направляем всех в Московскую Патриархию. А смысл туда направлять, если там все так плохо? Еще раз говорю, мы посылаем не к плохому, а чтобы он, придя туда, начинал работать и очистил храм. А как он будет работать, если он увидит все, что там творится, и скажет, зачем меня сюда направили? Так и говорит человек. Господь говорит, я пришел к них здоровым, а к больным. И вот, и говорит Григорий Чудотворец. Я, говорит, приехал в этот город, там называют большой город. Здесь было 17 православных, весь город еретики. Я сейчас ухожу, там переводят меня. Сегодня в городе только 17 еретиков, весь город православный. Вот так надо работать. Григорий Чудотворец. У нас таких, которые примером нам могут, ну, жития святых, 1173 жития. Мы богатые, сидим на сундуке закованном, и никто его не открывает. А мы когда открыли, открыли, их ослепил. Это еще наша православная, как Андрей говорит. Он же прямо говорит, Игнатий, он ничего не выдумывает. Он открыл эти пласты, которые заваленные. И здесь человека туда посылаем. Вот сейчас, который, бывает, выучился здесь и в Америку шмыганул. И там, я смотрю на них, как на настоящих полновесных предателей. Страна нуждается в вас. А там сидит теперь. И теперь уже научился говорить против Путина, против всего этого. Предатели, гнусные предатели. Вот я здесь родился, тут и пригодился. Ну вот отец Диакон Кураев говорит, что нужно людей научить не просто приходить в церковь, а еще выживать в ней, в этой церкви. Неморально, неправильно. Работать надо. Вот сейчас мне приезжают люди и говорят, вот, крещение приняли. Что делать? Вот сейчас я скажу, приезжали крестисты из Казани. По интернету познакомились. Отец приехал. И сын с женой. Я назовусь Семенов Вячеслав. Самый лучший помощник сделался. А нынче только крещение принимал. Такое активное дело. Он везде. Он говорит, кончились мои искания. Я метался. Другое. Не могу от того освободиться. Такие у меня привычки недобрые. А тут сразу как все снялось с меня. Иоанн Затаус говорит, ты начни. И ты увидишь, что будет. И поэтому ты будешь называться начатком этой местности. Вот в нашем месте я начаток. Я первый здесь стал благовествовать, говорить. И все, что после будет делать, корни идут от тебя. Тебе будет награда за это. Но я и перепел разные беды, битье, еще только не было. Это Бог сделал. А сейчас дети выросли, большие, духовные. Они работают, буквально по всему миру. Вот вы слышали, может быть, про отца Геннадия Фаста? Нет. Он был преподаватель Томского университета. Молодой человек. Менонит. Немец. И ведет кружки там у баптистов. Его привели ко мне. На дом. К утру он был уже православный. В 5 часов утра закончили беседу. Он принимает крещение с полным погружением в православие. Делается диаконом не раньше 25 лет. После 30 лет согласился быть священником. Заканчивает семинарию московскую. Заканчивает академию. Делается магистром. Сейчас доктор богословия. Абакан. Хакасия. Вот с кем познакомиться надо. Это в моем доме он был. Другой вот этот еврей, я говорю, он пришел и стал таким. Это Бог делает. А я пришел в Барнауль. Что сделаешь, что не сделаешь? Неправда. Выходят люди на улицу. Мы стали говорить. Человек другой подошел. Третий. Пришли в гости. Они приняли крещение. Теперь работает. Нас уже не два, не три. А уже пятеро. Завтра еще больше будет. Игнатий Тихонович, вопрос. Вот я крещен был в Советском Союзе еще младенцем. Ну, неполным, наверное, погружением, скорее всего. Ну и как многие православные. Но вот мы в символе вере говорим, единое крещение, восставление грехов. И мы принимаем крещенных, там если переходят из католиков к нам, от баптистов к нам приходят, мы их не перекрещиваем. О, да понятно, не надо даже. Не надо срамиться. Вопрос. Перекрещивание у вас происходит согласно канонам или не согласно? Перекрещивания нету. Никакого перекрещивания нету. Они были не крещеные, а обманутые. Вот человек подходит к кассе деньги получать. Свет погас. Но она ему дает, он берет, руками щупает. Говорит, это она, говорит, это по пятерке. Он пришел домой, смотрит, конфетные фантики. Да кому еще второй раз получать? Да он не получил, его обманули. У него фантики, ни одного рубля нету. Здесь... Миллионы таких оплаты. Я рассказываю вам. Господь на множество не смотрит. Для Бога не испугаешь множеством. Вот первый мир не слушал, развратился. Бог восемь человек посадил, остальные с детьми, со скотиной, всех потопил. Это Бог, имя которому любовь. Некоторые ходили там за иной плотью. Бог вывел Лота, жену и двух дочерей. А жена даже не дошла. Весь город испепелен и ушел на дно Мертвого моря. Для Бога количество никакого значения не имеет. Народы, которые живут, Господь говорит, они изжили себе, идите уничтожьте их. Но перед вами я послал шершней, чтобы они жалили их. И все. Бога не надо пугать множеством. Бог не благоволит ко множеству. Лучше один, говорит, из тысячи на соблюдающей заповеди. Серахов так говорит. И поэтому люди приходят к нам за птицами. Все до одного перекрещены, вы говорите. Нет, они приняли крещение. Они еретики. Их крещение не омывает, а скверняет, говорит Киприан Карпагенский. А попы что? Им разницы нет, чтобы больше было. Приходили свечки, покупали. Заказывали молебны. Деньги, 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 деньги. Это сребролюбцы. Не можете Богу и мамоне служить. А мы готовим. Отсюда вывод такой. Вот представьте себе, вы в чат рулетки нашли себе человека, который принял христианство, который принял веру в Христово. И вы ему говорите, иди в храм, крестись. А он пошел, а ему обертку дали, как вы говорите. Да, ну все. Или вы говорите, и найди тот храм, где полное погружение. Мы говорим, найди храм, где полное погружение. А он не знает. Я, говорит, еду на юг. Я говорю, лежайте на Афон. На Афоне мочение это ни во что ставят монахи. А Афон это православная гора. И воин Айсенецкий ни одного моченого никуда не допускал, пока не покрестит. А он канонизирован. Попы все скрывают. А вот там шли монахи, песком покрестили, песком. Песочное, батюшки, пошли. Песочное. Ну я читал про такой случай. А там написан духовный лук, запятая. Когда они пришли, епископу Дионисию сказали, не выдумывайте, идите и крестите на Ордане этого еврея. Они попыток скрывают, оторвали это все. Я читал по-другому. Мне рассказывали, что умирал в пустыне, он умирал. И говорит, я хочу покреститься, а воды не было вокруг. А христианин говорит, ну воды нет, Господи, прими вот этот песок за место воды. И покрестил. А, слюной, слюной он его покрестил. Ну почему не соплями? Мочой можно крестить, соплями тоже из человека исходит. Ну умирал, умирал. Да не имеет значения погружение. Умирал, умирал. Бог знает. Зачем тебе придумать на ходу-то? Ты его оплевал, Паганис. Отпустил его отсюда, оплеванного. Вот что можно сказать таким людям. Это безумие, полное безумие. Ну вот, допустим, надо обрезывать. А обрезание – это прообраз крещения. Об этом написано в 2.11 посланий к Колоссянам. И мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обречением греховного тела, быв крещеные во имя Иисуса Христа. Павел прямо говорит. Ветхозаветное обрезание указывало на крещение. Ну, кто-то вот умирает человек. Что она сделала сипор? Она взяла нож и обрезала сыновей. Она бы взяла какую-то палочку и по воздуху помахала бы и сказала, я их обрезала. Это попы, одуревшие совершенно. Без меру разжиревшие. Им это не надо. Они не верующие. Испоганили веру православную. Для всех сегодня удивление в интернете, как я знаю все это и нахожусь в православии. И туда людей толкаю. А сам, говорит, в патриархию-то не идет. А я не могу пойти, они сразу нас убьют. Сразу прещание, это потеряевку разрушат. Все разрушат. А вот такой Бог дал, что мы рядом и друг с другом признаем. И наши дети, относим, даже причащаются, когда бывает, батюшки нету. Это все было у нас. Полностью все признаем. Но сами там никогда не будем. Это первый мой наказ, завещание. Никогда не переходить в патриархию. Они сразу все разрушат. Нам Бог дал это право быть такими. Они нас признают. До этого был патриарх Алексей II. Тогда был Максим еще здесь. И он спрашивает, ну что там? Община-то, Игнатия Лапкина-то как? Так и спрашивает. Я говорю, так и спросил. Ну да, так. А это уже знал наш епископ Евтихий. А ему патриарх сказал, беседовал с этим. Мы с Дмитрием. Почему, говорит, во всей стране все присоединились, а два нет? Он говорит, по-другому бы вел себя. Может, и присоединились. Так местный епископ Максим, он говорит, я готов сейчас к вам на вертолете лететь. О, как припекло. На вертолете. Батюшка, у нас садиться негде. Его убрали отсюда. А я за него каждый день молюсь. Каждый день. Потому что все, что здесь у нас было, это такое маленькое, такое ненужное. А любовь над всем царит. Игнатий Тихонович, что стало с лагерем вашим? Почему вы сейчас лагеря нет? Ну, никак нельзя. Насел Роспотребнадзор. Приезжают с прокуратуры. С полиции. Раньше не было. Подключают ФСБ. Это серьезные структуры. Дальше. При коммунистах этого не было. Сразу. Они вокруг взяли. Дети здесь. Дети выходят. В машину их. На меня штраф. Полтора миллиона. Меньше нету. И поэтому. Я им не дал детей. Мы прошли тренировки. И показали, как тренируются. И когда приехала полиция, они точно так все повели себе, как мы тренировались. Как спрашивать будут. Как отвечать. И все заснято было. И сразу ТВ-24 из Москвы прилетели. Взяли интервью. Показали. Мы им не дали ребенку ни одному прикоснуться. Они из прокуратуры, говорят, краевой. Послали людей. Но это мне уже другие матери говорят, что я их не видел, этих людей. Ваши дети в лагере. Вы дайте показания, что их там что-то делали с ними. Что-то они насиловали. Что-то там. А родители. Ни один не пошел на это. Ни один. То есть. Это понимаете. Лжесвидетельство побуждала сама прокуратура. Работать совершенно невозможно. Полиция ссаяла машины и дежурит день и ночь. С меня и друг друга не уходят. На мытье нельзя. Поэтому я детей перевел в деревню. А они все еще дежурят. Они не знают. Я собрал людей в деревне. Собрание объявил. 45 лет боролись. Дети росли. Теперь я начальник. И я его, как начальник, расформировываю. Лагеря больше не будет. Он будет в другом формате. Мы покупаем несколько домов в деревне. И теперь приглашаем в гости. Тот же самый порядок. Все. Но теперь лагеря нет. А лагерь везде таблички вывесили. Музей, комплекс для бедных лагерей. Моя задача теперь показать. Без помощи государства. Можно поднять миллионы детей, которые болтаются. Мы сразу же перешли в другое. На следующий день. А когда суд-то начался, они подали в суд на меня. В суд. И просят, чтобы суд на три месяца, что ли, деятельность лагеря прекратить. А уже девять дней лагеря нет. Мы представим, лагеря нет. Все, где суды шли, все они выиграли. А тут натолкнулись и ничего не могут сделать. Они этого не видели. Судья меня не знает. Она не видела. А мы сразу сказали. Лагерь возник в 1972 году. А деревня в 1991. На 19 лет позже. Судья взяла за основу. У нас свой адвокат есть. И говорит, как может деревня отмечать за лагерь, когда лагерь раньше возник-то. И 10 дней мы подождали. Будут они опровергать? Нет. Я зимой все-таки помог Господь найти этого судью. И я ей сделал подарки. Теперь это не взятки. Я говорю, взятка все считается. Даже вот я вам лесок куда? Щетки. Это взятка. А книги не считаются. Это в законе такое-то. Вот. И я ей подарил свои книги. Я говорю, а как вы это решили-то так? Ну как? Тут же все ясно было. И они не подали. И от меня отстали. Но лагеря уже нету. А люди-то 3 года приезжают. В домах у нас бывают. Так же ходят дети. Купаются. Так же гимнастика. У нас все осталось в том же порядке. Но лагеря нету. Просто кому-то приехали в гости. И больше к нам ни разу не зашли. Там уголовный начальник приехал. Уголовного розыска. И спрашивает. У вас как в лагере? Лагеря нету. Нет, нет. Мы просто спросили. И опять в село уехал. Они видят лагерь за рост травой. Там хода туда нету. А в деревню как? В мои жилища? Это уже нарушение статьи Конституции. Это уже все запредельно будет. Так что у нас все идет как было. То есть мы опередили намного. Поэтому у меня задача такая. Мы должны впереди эти. Есть такой фильм. Профессионал. Как одного разведчика послали в африканскую страну во Франции. Убить президента. А потом отношения наладились. И свои же его выдали. И когда он бежал туда обратно-то. Он теперь решил отомстить этим, которые в КГБ французском работают. Его учителя привезли на коляске. Он говорит, это был лучший ученик. Он будет идти. Вот вы сейчас разговариваете, а он уже знает. Он будет идти впереди на три шага вас. Где вы засаду делаете? Он уже сделал ее. Он вас всех уничтожит. Так и получилось. Я просто говорю, у меня задача опережать их. Почему? У меня связь. Я молюсь. Я помолился. Что делать на молитве? Мы каждый день молимся. Молимся за Эрдогена, за Дональда, за этого. Сейчас новый Зелинский Владимир в Украине. За Лукашенко. Рамзана Кадырова. Мы каждый день поминаем их имена, молимся. Каждый день. А я на пенсии. Нам нужно семь раз молиться в день. Это три святоя и сто поклонов. Это один раз. А утренне-вечерние молитвы не считаются. То есть мы за день должны тысячу поклонов сделать. Игнатий Тихонович, вопросов много, времени мало. Можно с вами будет, когда вам удобно, вы мне пишите, чтобы я мог связаться с вами. Хорошо, давайте на этом закончим. Завтра вы придете. Завтра, потому что эти дни я свободен. Служба у меня завтра, правда, я сейчас не помню. Ну, смотрите, только заранее мне, чтобы сообщить, и я могу быть не здесь, на улице или в городе. Вы как раз попали, что я свободен сейчас. Так, утром, если Господь благословит, наш разговор будет в интернете. Так что вы проверите, посмотрите. Помогай Господь. Матушка моя, Татьяна, помолитесь, смотрит тоже вас. Ну, смотри, чтобы не ошибиться, чтобы она... Знаете, сначала, говорит, очаровывается, а потом разочаровывается. Да, 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 да. В общем, ну ладно, спаси Господь. Спаси Христос вас. До свидания. До свидания.